Приветствую еще раз всех, кто сегодня с нами, кто присоединился чуть попозже, а также всех, кто будет смотреть нас в записи. Сегодня мы поговорим о поиске информации. Название у нас такое несколько необычное, осторожно, двери закрываются, но говорить мы будем о том, как находить научные публикации, статьи, журналы, диссертации в нынешних условиях, когда ресурсы закрывают свой доступ. В Apple Science закрыл доступ к платным статьям для учетных записей из России организации частных исследователей и, конечно, несколько это волнительно. Скопус тоже, говорят, на очереди. Закрыл, не закрыл точно, сейчас пока не могу сказать, может быть, уже и да, может быть, еще и нет. И, соответственно, те, кто привык пользоваться всеми благами бесплатного доступа по учетной записи, ну, как бесплатного для нас, а платного для организации, потому что подписки, они же все платные, мы остаемся без вот этого вот счастья, да, и что теперь, как теперь жить. Но есть масса других ресурсов, не в Apple Science, не с Копусом Едином, живонаучное сообщество и публикации, публикации. Поэтому много информации мы можем все равно найти, несмотря на вот эти вот неприятные неожиданности, которые произошли и происходят. Несмотря на ограничения, есть ресурсы Open Access, которые не закрывают свои двери для нас. Поэтому сегодня мы сделаем такой небольшой обзор. Чем больше ресурсов, тем лучше. Есть всегда возможность вариативности и выбора. Поэтому мы сегодня посмотрим, во-первых, можно ли с помощью тех же в Apple Science или Скопус находить информацию сейчас, и какие еще ресурсы мы можем использовать. Сразу скажу, что мы будем говорить о бесплатном доступе, то есть о тех ресурсах, где есть фри-доступ, то есть без регистрации мы можем просто зайти и так по гостевому доступу получить нужную нам информацию. Либо там, где возможно бесплатная регистрация, да, то есть никаких подписок, никаких платных, да, там возможности и функционалы, они, конечно же, ограничены на таких ресурсах, но тем не менее они дают возможность получить такой объем информации, который уж на одну, а то и две, а то и десять, публикации нам вполне хватит. Ну и также для использования в своих письменных работах студенческих, например, те же ВКР или магистрский ВКР для диссертационных исследований вполне можно набрать приличный объем информации, приличный объем источников с тем, чтобы вот эту потребность закрыть. Поэтому вот про это мы сегодня и будем говорить. И, коллеги, сразу скажу про презентацию, если будут возникать вопросы, в конце, в середине и в конце я вам дам походу ссылку на сайт, где презентация размещена, она уже размещена, в открытом доступе можно будет заходить, смотреть, там уже все, все слайды уже выложены. Поэтому, да, и по ссылкам сразу комментарии, ссылки на ресурсы в чат размещать сегодня тоже не буду, я вам покажу, где они все собраны, и там есть еще масса ресурсов, которыми тоже можно пользоваться, чтобы нам не загружать файл, файл чат наш с ссылками, во-первых, и, во-вторых, при копировании можно ошибиться, что-то не то набрать, да, не так ссылка будет не открываться, поэтому я вам покажу там, где они все живут, всего одна ссылочка, и по ней можно будет находить. Ну и также ссылку на презентацию и на вот этот поисковик, где собрано все наше богатство поисковое, я еще размещу комментарием к анонсу нашего вебинара вот здесь в группе ВКонтакте. Вот эту можно тоже ссылочку себе запомнить, присоединиться к группе, и в комментарии к анонсу я обязательно эти две полезные ссылки вам размещу. Ну и когда будет готова запись, ее тоже туда вам размещу. Ну вот, идем дальше. Так вот, коллеги, что делать, как искать, где искать, и что нам делать в Apple Science, да, забыть ли про него, или он нам все-таки еще пригодится. Ну, в общем-то, все-таки еще пригодится. Сегодня у нас будет три таких больших вопроса. Немножко вспомним про выбор. Вообще, первый вопрос связан с выбором пути поиска, а от этого будет зависеть, какие ресурсы мы будем рассматривать, куда метаться, где искать информацию. Это связано с тем, а что мы, в общем-то, ищем и каким образом. Второй вопрос, это поиск статьи в Apple Science, как сказать статьи после закрытия в Apple Science, но здесь мы рассмотрим не только в Apple Science, еще немножко вспомним про скопы с Science Direct, ну, пресерчку, я это, конечно, само собой. И плюс, третий вопрос, это еще дополнительные ресурсы открытого доступа, где еще можно найти научную информацию. В основном будем говорить по зарубежным, естественно, источникам. Отечественные там тоже могут попадаться, но чаще всего, проблемы-то у нас возникают как раз с зарубежными статьями. Ну, такие три больших вопроса. И в конце я вам покажу вот этот наш кладезь ссылок на все эти ресурсы и даже более того. Ну, и чуть-чуть вспомним про виды поиска. Мы с вами говорили на одном из наших вебинаров. В декабре у нас был по информационной грамотности, поэтому просто вспомним. Есть четыре вида инфодефицита и четыре вида информационного поиска. Библиографические, когда мы ищем сведения о документе. Документальные, когда нам нужны сами документы. Ну, например, мы не можем что-то перефразировать, и нам нужна точная цитата из точного документа. Чаще всего в юридических, например, науках нам нужен сам текст закона. Найти сам документ. Аналитический – это нам нужен массив документов, на основе которого мы или ресурсов, на основе которого мы делаем какие-то выводы, построения, гипотезы, концепции, теории и так далее. Ну, например, с этим мы сталкиваемся, когда пишем обзор литературы, обзор как-то степень научной разработанности, тематики, да, кто и что говорил на эту тему. Там нам требуется большой массив документов, хотя я не уверена, что все их от корки до корки читают. Но, тем не менее, вот здесь мы скорее имеем дело с аналитическим поиском. Кто писал на эту тему, надо как можно больше набрать. Фактографический поиск чаще всего мы имеем дело именно с ним, когда мы ищем отдельные цитаты, факты, таблицы, какие-то списки и прочие из документов. И, конечно, они не существуют отдельно, все эти четыре поиска друг от друга, с элементами. Мы все равно сталкиваемся, даже осуществляя фактографический поиск, мы нашли, а потом нам нужно еще найти информацию, сделать описание этого источника, найти информацию для включения ее в список источников и оформления ссылки. То есть мы имеем дело еще с элементами библиографического поиска. Естественно, они друг в друга плавно перетекают. Но важно, когда мы начинаем искать какую-то информацию, выделить вот этот самый фокус, что я сейчас ищу. Мне нужен сам документ или мне нужны какие-то факты, на чем концентрировать свое внимание. Вот это вот важно. Но есть еще один, пятый, можно добавить тематический поиск, тематический, с которым чаще всего сталкиваются наши студенты, учащиеся, магистранты, аспиранты. Все по теме подготавливаемой письменной работы. Ну и со статьями тоже такое иногда бывает. А что вообще есть по этой теме? Как бы изучить. Кто что писал. Вот скорее про тематический и фоктографический поиск мы сегодня не поговорим. Даже больше про тематический. И напоминаю вам, есть хорошая такая схема тематического поиска, разработанная Еленой Ениши в 80-м еще аж году. Она разрабатывалась как схема тематического библиографического поиска, но для тематического на студентах апробировали, подходит идеально. Пять главных шагов, которые нам нужно выполнить. Подробно мы ее сейчас рассматривать не будем. На слайде она есть, потом можно будет посмотреть. И какие, что нам здесь на каждом шаге нужно сделать. На одном из вебинаров мы ее тоже рассматривали достаточно подробно, что мы делаем на каждом шаге. Ну вот два для нас самых важных при первичном сборе. Для нас важны разработка поискового образа документа и просмотр источников. Ну и плюс определение области поиска и порядка просмотров. Вот где искать? Сегодня мы как раз вот эту часть с вами рассмотрим. Где искать эти документы? Ну и на первом шаге хорошо бы сделать такой чек-лист конкретизации запроса. Критерии здесь перечислены. Тоже можно воспользоваться как такой шпаргалкой. Вот это все лучше сделать до того, как мы кинемся в различные сервисы, ресурсы, базы, каталоги, найти хоть что-нибудь. Что ищем и для чего? Вид поиска. Ну хорошо, можно опустить, но скорее всего здесь будет тематический. Мы ищем вообще, где что-то хотя бы написано. Жанр, вид источников, книги, статьи, диссертации. От этого будет зависеть, каким базам мы будем обращаться. Хронологический охват может быть важен, если у вас есть строгое требование за последние пять лет и не больше, не глубже. Географический охват, если важен, тоже, например, по каким-то регионам или странам нас это интересует. Если нет, то, естественно, опускаем. Ну и языковые ограничения тоже самое. И вот самое главное, это связано с целью поиска жанром, видом источников, какими сервисами, ресурсами мы будем пользоваться и для них сформировать ключевые фразы и слова. Это уже по ходу поиска тоже можно корректировать. Будут добавляться новые ключевые слова и фразы. Очень хорошо иметь такой вот списочек у себя под рукой, постоянно его изменять, пополнять с тем, чтобы уже на самих сайтах изданий осуществлять этот поиск более эффективно, скажем так. И в базах Web of Science и Scopus чаще всего мы пользуемся тремя направлениями. Что мы ищем? Либо вообще все по теме нашего исследования, то есть тематически в чистом виде поиска осуществляем, либо поиск может быть авторский, когда мы ищем произведение работы, статьи конкретного автора, мы его знаем, конкретного ученого, он нас только интересует. И поста, условно я его, конечно, называю постатейный, когда мы ищем конкретные статьи, конкретные работы, увидели где-то в ссылке, понимаем, что цитата в какой-то диссертации, мы понимаем указанный источник, мы понимаем, что эта статья нам подходит, нам нужно ее найти. Мы уже ищем конкретный запрос у нас. Известное название, возможно, известен автор, еще лучше, если известно, дои. Так вот, вот эти две части с закрытием учетных записей в Web of Science для нас становятся менее доступны. Больше все-таки тематический поиск по бесплатной учетной записи, либо вообще без регистрации. То же самое и на других ресурсах. Однако и авторский постатейный поиск мы тоже можем выполнить с ограничениями, конечно, но с помощью тех же самых бесплатных и доступных для нас ресурсов. Как это сделать, я вам тоже в конце сегодня об этом поговорим. В конце второй части. Итак, чем для нас все-таки еще остается полезным в Web of Science, и как там можно осуществлять поиск информации? Кстати, коллеги, в Web of Science сам по себе, так же, как и Скопус, это не база полнотекстовых статей. То есть они сами у себя статьи и в каталоге, DOJ, другие. Там, где вы сталкиваетесь с понятием баз данных или каталог, обращайте внимание, чаще всего они не являются собранием полнотекстовых статей. То есть эти статьи, они дают доступ к текстам, но сами они эти статьи у себя не хранят. Поэтому мы можем и другими способами и путями то, что находится в открытом доступе, получить к ним доступ, найти и прочитать. Можно ли найти полные тексты статей и журналов, которые индексируются в Web of Science? Можно, но только из открытого доступа. На сегодняшний день эта возможность у нас остается. И для этого есть два способа. Либо с бесплатной регистрацией на сайте, либо без бесплатной регистрации. Просто по фри доступу зашли и начали работать. Как это сделать? Вот эти два способа мы сейчас и рассмотрим. Первый способ. Как найти статьи из изданий, индексируемых в Web of Science, которые попадают в Open Access, то есть открытого доступа. Есть два вида публикаций. Это связано открытый и закрытый доступ. Иногда говорят, что вот в закрытом доступе более качественные статьи. Да нет, это скорее связано с политикой издательств. Если за публикации... Там разные схемы могут быть, но чаще всего две используются. Либо автор платит за свою публикацию в журналах, то, с чем мы чаще всего сталкиваемся, а читатель для доступа к этим статьям плату не вносит. Для него это все абсолютно бесплатно. Вот это вот Open Access. То есть любой может открыть, посмотреть, прочитать, скачать. В некоторых случаях разрешается, в некоторых случаях нет. Только читайте с сайта. Но все равно мы доступ к этим материалам имеем. Либо второй вариант, когда публикация для автора бесплатна, но доступ к изданию только по подписке. А подписка стоимость такая, что за нее оплатить в состоянии только организации. Ну и, соответственно, если мы являемся членами этой организации, образовательной, научно-исследовательской, либо какой-то другой, которая оплатила доступ к этим изданиям и платную подписку на Web of Science, мы получаем вроде бы бесплатно для нас учетную запись, но за это все заплачены немалые деньги. И вот тогда мы получаем доступ к полным текстам статей, которые закрыты для читателей просто. Да, вот только в этом и разница. Поэтому и в Open Access можно найти вполне достойные цитирования, материалы, научно проработанные, хорошие, добротные. Поэтому здесь иногда сталкиваешься с таким стереотипом в спрете, что если платное, то оно хорошее, закрытое. А вот то, что открытое, это вот все мусорное. Да нет, ни в коем случае. И три шага мы делаем, когда ищем статьи, индексируемые в Web of Science. Поисковик в Web of Science нам здесь помогает. Вот этот первый шаг через поисковик в Web of Science мы делаем в том случае, когда нам необходимо выполнить условия. Определенное количество цитат должно быть на журналы, индексируемые в Web of Science или Скопус. Вот тогда мы идем в поисковик в Web of Science или Скопус, и тогда мы находим через поиск журналов по теме исследования, которые точно индексируются в Web of Science. И потом мы уже с этими изданиями работаем, но мы уже точно уверены, что они здесь индексируются. Затем переходим на карточку журнала, и при необходимости дальнейшего поиска мы идем либо на сайт журнала, либо и там по архиву статей осуществляем поиск, либо в самом Web of Science мы можем эти статьи посмотреть. Как это сделать? Для этого необходима учетная запись, бесплатная учетная запись, бесплатный такой фри-аккаунт сделать. Делается он буквально быстро. Вот вчера у меня за полторы минуты со всеми открыть почту, посмотреть, подтвердить учетку. За полторы минуты все было уже сделано. Раньше тоже. Не дольше. Просто вчера перепроверила, работает ли. Да, работает. Учетную бесплатную запись делать можно. Выбор журналов и всего одно поле для ввода, куда мы вводим либо название журнала, либо, если мы знаем, ИССН, либо слова в заголовке из заголовка журналов. И нажимаем «Поиск». Все, он нам выдает список журналов. И вот здесь очень важно, справа будут идти карточки журналов, а слева будут вот такие вот фильтры. И самый главный значок Open Access. Вот этот рычажок нужно перевести в активное положение. И посмотрите, если в первом случае мы на слово «менеджмент» ввели мы в поле, например, слово «менеджмент», ищем статьи, связанные с управлением, там какие-то вопросы у нас по менеджменту, да, ну и больше всего вариантов, что он будет именно там, где в названии журнала есть слово «менеджмент» этот материал. И вот смотрите, всего он нам показал где-то 1030 наименований, да, результатов. Когда мы перевели значок Open Access в активное положение, у нас осталось 375, да, то есть все закрытые издания, они отсеялись, остались только те, которые работают под Open Access, и в открытом доступе уже точно мы можем найти статьи из этих журналов. Поэтому вот этот значок лучше в самом начале перевести в активное положение, чтобы потом не тратить время. Ну и 375 журналов, это тоже, в общем-то, достаточное количество для того, чтобы найти нужную информацию. Вот что мы сделали, да, ввели слово «менеджмент», значок поставили, и у нас открывается список таких вот карточек журналов. А дальше мы можем перейти к просмотру профайла. Профайл этого журнала, открыть, посмотреть карточку уже более подробную. Там будет статистика со всеми индексами, с графиками, схемами, похожи на то, как в CGR, скопсовская надстроечка, да, вот там вся-вся-вся информация по журналу. Но эта страничка у нас откроется только в том случае, если мы зашли под свой фри-аккаунт, в свой фри-аккаунт, под свои учетные записи бесплатные. Если мы зашли просто по свободному доступу, без всякой регистрации, он нам вот это вот посмотреть не даст. он нам выведет только вот этот список журналов. Даже этого нам достаточно. Но продолжаем действовать из-под учетки. Среди всего многообразия информации, которая здесь еще будет, ищем вот такое поле. Search topic. Видим здесь журнал. Вводим ключевое слово для поиска статей по заглавию в этом журнале. То есть какое-то слово из заглавия, которое будет в заглавии этого журнала, вводим сюда, ну, например, тот же менеджмент, и нажимаем искать. Но вот это он ищет не по всем журналам. Мы находимся сейчас на карточке конкретного журнала. Он будет искать статьи в этом журнале, в названии которых присутствует слово или фраза, ключевая. Поэтому заранее вот эти ключевые слова или фразы лучше себе составить, чтобы потом их варьировать и пользоваться этим поиском. И вот ввели, он нам открывает. Вот они. Причем, видите, он слова ищет не только в названии статьи, выделяет еще название журнала, и в аннотации. Причем не только по статьям, но и по книгам. Как видите, здесь еще есть какая-то глава, например, из книги. И вот он ее тоже сюда включает. Книги журнала, которые индексируются в данной базе, они тоже сюда в этот список у нас попадут. Ну вот было что-то в этом журнале опубликовано. Вот он нам всю информацию выдал. И дальше смотрим. Свободный доступ, сайты издательства. Мы можем перейти на сайт издательства и посмотреть текст этой статьи. Но мы же взвели уже значок Open Access, поэтому у нас везде вот эта штучка будет высвечиваться. Если мы его не переведем в активное положение, вот этот замочек, рычажок, то тогда здесь и просто будем искать по журналам, то тогда вот здесь будет писать, есть фри доступ полный, либо его нет. Ну и плюс здесь еще информация по этой статье дополнительно тоже приводится, сколько раз цитировали ли вообще, сколько раз цитировали, и каков список референсов в этой статье. Тоже может быть уже информация для размышления, стоит ли ее открывать, читать, или поищем, посмотрим что-то дальше. И дальше мы принимаем решение, что да, вот эта статья нам нужна, переходим по ссылочке, и вот он нам сразу открывает сайт, где эта статья опубликована. Причем, обратите внимание, в разных журналах по-разному, где-то есть возможность скачать PDF-файл этой статьи, где-то такой возможности нет, только чтение с экрана, но как скопировать, я думаю, никого учить не надо, мы тоже прекрасно это все знаем. То есть текст получить мы можем, в крайнем случае просто читать онлайн, но доступ у нас к нему есть. Вот такой вот хороший способ у нас остался для Open Access, мы через Web of Science все равно можем получать. Но опять же вот он нас отсылает на сайт издательства. А если у нас нет бесплатной учетной записи, но решили мы не регистрироваться из каких-то своих побуждений, или студентов, или чаще всего колледжа, рекомендуем поискать статьи здесь, или учим их работать с этой базой, но, например, заставлять их регистрироваться мы не хотим или не можем, или они не хотят. Можно ли в этом случае тоже найти доступ из Web of Science к статьям журналов, которые в этом издании регистрируются? Конечно, можно. Первый шаг тот же самый, также поисковик, только дальше мы уже переходим, найдя нужные сведения, мы переходим на другие ресурсы. Open Access или дополнительные ресурсы для уточнения данных по журналу. Заодно можем проверить этот журнал на надежность и добросовестность, и с них перейти на сайт издания. А уже на самом сайте журнала мы переходим в архив статей и дальше уже осуществляем поиск в обратной хронологии от более свежих к более старым. Ну и глубина просмотра, опять же, вот тот же самый хронологический принцип в чек-листе, о котором мы говорили, он влияет на глубину просмотра. С учетом необходимого временного периода мы уже сами ручками будем отсматривать до той границы, которая нам необходима, если это есть в условиях. Ну, опять же, мы будем уже, начиная с поисковика Web of Science, мы точно уверены и точно знаем, что этот журнал индексируется в этой базе данных. Опять же, если есть это условие, то мы вот этот первый шаг выполняем. Если этого условия нет, нам вообще не важно, в каком журнале индексируется он где-нибудь или нет, тогда мы можем начинать со второго шага и переходить. Вот этот шаг я вам сейчас покажу. Очень интересный, полезный есть ресурс, который позволяет не попасть на фишинговые сайты. Конечно, можно сказать, а, ну, вот я просто там поисковую систему «Окей, Гугл», «Здравствуй, Яндекс» набрал, и он мне там название журналов выдал. Вы уверены, что вы попадете на сайт именно этого издания, а не фишинговый? А вы уверены, что это не похищенный сайт, издание? И какие публикации там размещаются? То есть вот этот вот шаг – это все-таки наша подстраховка на тот случай, что мы попадаем туда, куда нам нужно. Коллеги, такая тишина в чате, меня немножко так настораживает. А вообще слышно ли меня? Может быть, я тут вещаю, что-то где-то у нас повисло. Отлично, все. Фу, я спокойна, тогда идем дальше. И в этом случае мы делаем то же самое, тот же самый поисковик. Спасибо, Александр. Тот же самый поисковик, на ту же самую страничку заходим, точно так же все делаем, только мы не регистрируемся. Соответственно, у нас будет немножко ограниченный доступ. Все то же самое. Также у нас вводим слово там «менеджмент». Вот он нам выдал все журналы по списку со словом «менеджмент», «заглавие». Мы опять переводим. Те же фильтры у нас будут. Мы также переводим значок в положение активного. Он нам то же самое, все Open Access журналы показывает. Также вводим слово. Вот у нас, вот мы его ввели, да, поиск журналов. Вот он, значок «не забыли». Но вот это, если мы нажмем вот сюда, посмотреть карточку самого журнала, да, профайл, он нам выдаст вот такую запись. Зарегистрируйтесь. Если мы регистрировались, мы просто входим под своей учеткой бесплатной, и тогда он нам этот профайл покажет. Если мы не хотим регистрироваться, мы эту кнопочку профайла просто не нажимаем. А как же нам тогда найти? Да, как же нам тогда воспользоваться? А вот есть такая хорошая штука, которая называется ИССН или ЕССН. Это международный идентификатор, средства массовой информации. Е означает электронный, да, то есть номер печатного издания и, если есть, номер электронного издания. И вот он номер у нас здесь приводится, вот этот номер ИССН. Поэтому мы в этом случае совсем ограниченного доступа к Web of Science, когда мы вот эту выборку по статьям конкретного издания сделать не можем на самой платформе, да. Мы берем вот этот номер ИССН, а дальше мы идем на портал. Портал ИССН. Вообще вот этот портал, я вам потом покажу, но у нас есть в нашем навигаторе очень хорошая штука для проверки журналов. Вот так можно фишинговые журналы, отсеять, да, какие-то проверить, а действительно ли это тот журнал, за который он себя выдает, если есть какие-то сомнения. Ну и, естественно, это хорошо делать, когда вы собираетесь в этом журнале не только взять из него информацию, но еще и опубликовать там свою статью, да еще за собственные же деньги. Поэтому лучше перепроверить по порталу ИССН. Вот есть такой специализированный портал, куда мы вводим свой, можно ввести свой номер ИССН вот сюда, да, либо искать по названию, либо по номеру ИССН, либо и то, и другое. И если мы для проверки журнала, мы, конечно, введем все данные и посмотрим на результат. Если мы с целью поиска, вот как сейчас мы используем, мы обязательно взводим значок, вот этот Open Access, ставим ИССН, нам нужны только открытого доступа заодно, проверяем, действительно ли он открытого доступа, не поменялось ли у него чего, и вводим данные, которые у нас есть. Вот у нас есть слово, у нас есть ИССН-номер, мы его сюда введем, а можно по одному названию только журнал, да, по-разному. Видите, значок ОР стоит, или-или, а можно и то, и то. И здесь можно делать, есть еще дополнительные фильтры, можно делать выборку, например, по странам, тоже для проверки журналов, кстати, хорошо, да, они заявляют себя как журнал, там, Нидерландов, а на портале ИССН вдруг выяснится, что это какой-нибудь пакистанский журнал. Вот вам и пожалуйста. На сайте было написано одно, а на самом деле это официальный сайт, где все зарегистрированные журналы, имеющие номер ИССН, они присутствуют. Поэтому если такого номера нет, это тоже большой вопрос к журналу. Электронный журнал тоже получает этот номер, ИССН. И дальше осуществляем поиск. Вот здесь есть, кстати, можно настроить выдачу, очень удобно, по какое количество вам необходимо выбрать, результатов на страницу, ну и по каким критериям. Он на английском языке, это я просто уже в браузерный переводчик можно включать, да, у меня автоматически сам включается, поэтому иногда вносит свои коррективы. По актуальности, самые новые, старейшие, да, то есть в прямой или в обратной хронологии, что пойдет в самом начале. То есть выбор тоже удобно для себя, можно подстроить. И вот он нам выдает по номеру ИССН, да, вот он наш номер ИССН, вот он наш журнал, и вот видите, он даже пишет, если это электронный журнал, то он пишет слово онлайн. И дальше мы уже можем переходить на карточку этого самого журнала, вот он выдает нам всю информацию по этому журналу, вплоть до того, что даже карту показывает место расположения редакции, издательства, где оно находится на самом деле. Вот тоже очень хорошая вещь для проверки добросовестности, скажем так, издания, которое о себе заявило. Хотя, да, вы можете сказать, что новый Apple Science, Scopus, они же проводят периодические чистки, там публикуют списки журналов, черный список, которые удалены за всякие некорректности и прочее. Ну да, пишут, конечно, публикуют. Ну, во-первых, не каждый день, а во-вторых, вы можете попасть вот в этот промежуток, пока чистка еще старая прошла, новая не завершилась, а какие-то издания туда уже включились. Ну, лишняя проверка, лишней не будет, особенно если вы туда еще собираетесь публиковаться. И вот, вот эта часть для нас тоже важна. Он пишет, где еще, где индексируется это издание. Вот это вот, обратите внимание, DOG, каталог открытый, каталог Open Access. Все издания, которые выходят под Open Access, они еще в этом каталоге собираются. Если вы видите здесь, что он здесь, значит, он точно в открытом доступе. И смело можно переходить, и вот самое главное есть, URL, адрес этого журнала. Вот помните, мы в Web of Science с учетной записью мы быстро получили доступ, да, и мы можем перейти сразу на сайт этого журнала. А здесь нам приходится вот такой немножко через Тулу на Москву сделать небольшой крюк, да, чтобы найти адрес этого журнала. Мы заранее еще подтвердили то, что этот журнал действительно существует, и он тот, за кого себя выдает. И отсюда уже смело можно переходить на сайт этого журнала, не опасаясь, что вы попадете куда-то в неизвестном направлении. И там уже по архиву номеров. Находим архив номеров, и по номерам просто в обратной хронологии отсматриваем все, что нам надо. На сайтах изданий тоже есть свои поисковики, и поэтому вот этот список ключевых слов, фраз нам пригодится. По ним можно внутри архива тоже производить вот такой поиск, не отсматривая стабильно, так, студируя каждый номер за номером, пока не сойдешь с ума, да, от обилия информации, да, еще на иностранном языке. Можно воспользоваться, если есть поисковик, то поисковиком он вам сразу из разных номеров выдаст необходимую информацию, да, которую вы ведете в этот поисковый запрос. Вот этот, вот еще один способ, да, но мы уже знаем, что раз мы начинали с Web of Science, мы точно знаем, что вот эти статьи и опубликованы в изданиях, и эти издания индексируются в Web of Science. То есть мы условность и требование привести там, ссылаться, ссылки только на индексируемые в Web of Science или скопусы издания уже соблюли. Поэтому нам важен вот этот первый шаг, с которого мы начинали наш поиск. Если он для нас не важен, мы можем воспользоваться вторым и третьим шагом из этой схемы. Со скопусом примерно то же самое. Есть хорошая, вот студент у меня вот этой штукой пользуется, надстрочкой Simaga Journal Country Rank в части поиска информации, поиска по журналам. Тоже без всякой регистрации. Вот это то, что я вам сейчас показываю, это вообще без какой-либо регистрации, платной, бесплатной, никакой. Вообще просто вот зашли и начали искать. Когда мы открываем, здесь можно выбрать просто вот так, вот Journal Ranking. Да, ничего, можно ввести сюда, поиск по журналам, а можно просто выбрать Journal Ranking, и он откроет вам весь список журналов, все богатства, которые здесь есть. И здесь тоже, видите, есть значок, который мы можем поставить, только Open Access. Журналы только выходящие в Open Access, с полным доступом к статьям. Мы его поставим, тогда нам отсматривать будет легче находить этот значок. И дальше мы... Здесь тоже есть масса фильтров и по годам, и по странам, и по видам издания, что нам нужно. Нам нужны только журналы, или сборники, или книги, или все на свете. И по категориям. Вот здесь можно выбрать, что нас интересует. Информационные технологии, коммуникации. Ну вот у нас открылось первое, химическое что-то. И обращайте внимание, здесь можно выбрать только одно, и кликать лучше. Здесь вот есть значок, не промахнуться. Вот здесь при выборе фильтров не очень удобно устроено, если по самому названию кликаешь, он его не отображает. Здесь по значку, по-моему, только нужно кликать, тогда он срабатывает, этот выбор. Можно установить только одну категорию, выбрать сначала, и по ней он запустить поиск, и он показывает все журналы, которые к этой категории относятся. То есть если в App of Science мы шли от названия журнала, ключевое слово, то здесь мы идем по категориям. Название может вообще быть каким-то другим, не содержать в своем названии вот эти ключевые слова, химистрии, а относиться к этой категории. Вот это тоже такой плюс этого поисковика, если можно так сказать. И обращайте внимание, если есть вот это вот слово, вот они выделены, это скорее мультидисциплинарные журналы, такого более общего направления. Поэтому опять же, чек-лист для поиска в самом начале мы с вами не зря повторяли, вспоминали. Что меня интересует? Меня интересуют сугубо специфические научные издания, специализирующиеся на химической инженерии, или можно воспользоваться мультидисциплинарными, и этого мне будет достаточно. То есть будем мы их смотреть или не будем мы их смотреть. Если мы их отмечаем, то он нам их и выдаст. Если мы их не отмечаем, то он будет совсем другой. Поэтому на это тоже обращайте внимание. Ну и дальше у нас открывается список. Такой же значок Open Access, если мы его вот здесь не поставили, он будет появляться вот здесь. Ну и мы можем эти журналы открывать и смотреть. Но если мы значок поставили, то он нам выдаст уже сразу весь список, так же как при поиске по Web of Science. Только открытого полного доступа. Ну и дальше мы переходим на карточку журнала. Выбираем журнал и переходим на карточку журнала. Здесь тоже очень важная вещь. Обращайте внимание, индексируется ли он. Если для нас важно, чтобы издание индексировалось в скопус в данном случае, обращайте внимание. Вот видите, с 2016 года это издание в скопус не индексируется. Да, закончилась индексация. Уже не в скопус. Хотя на сайте самого издания может быть написано, что они индексируются в скопус или приведен так скромненько их квартель, рейтинг, индекс. Ну вот таким вот скромным образом. Мелким шарифтом где-нибудь внизу написано, что индексация прекращена. Иногда и не пишут даже. Поэтому вот проверяем. Если все нормально, cancel не будет. И также есть номер и SSN. Мы тоже можем проверить, что да, это то издание, которое нам нужно. И переход на сайт издания. Вот это хомпейдж. Мы можем перейти отсюда. Здесь в скопусе тоже нет вот этот все джар. Нет доступа к полным текстам статьям. Статей прямо отсюда. Есть переход на домашнюю страницу, на сайт этого издания. Мы переходим. И лучше всего переходить тоже отсюда. Большая надежность, и что мы попадем туда, куда надо. Вот, например, у этого издания CurrentSize. Есть два адреса в интернете. Есть CurrentSize.org, есть CurrentSize.ac.in. Так вот, реальный, нормальный сайт находится вот по этому адресу. Это индийский сайт, индийского университета. Он находится по этому адресу. Хотя он выглядит несколько странно. Ну, это вот доменная зона Индии. А вот это фишинговый сайт. Хотя в интернете, если набрать CurrentSize, просто в поисковике, там, Яндекс, Гугл, да, у вас вот этот адрес тоже выскочит. И есть, а название тоже самое. Но это поддельный сайт, который к этому журналу научным никакого отношения не имеет. Ну, кроме похищенной информации, разве что только. Коллеги, у всех исчезла презентация или осталась на месте? Мне просто понять, это у одного участника или у всех. Все видно. Татьяна, попробуйте выйти и зайти заново. Ага, спасибо, коллеги. Попробуйте выйти и зайти заново. Иногда бывает сбой интернета и может что-то пропасть. Коллеги, если вдруг какой-то сбой происходит, выходим и заходим в вебинар заново. Хорошо. Ага, спасибо. Ну и, конечно же, черные и белые списки Скопус. Вот все источники, которые индексируются в Скопус, все источники, включенные и прекращенные издания. Есть отдельный список российских журналов, которые индексируются в Скопус. Сейчас не знаю, скорее всего, не будут индексировать российские издания. Вы, повседневно, точно сказали, в Скопус под вопросом, может быть, тоже нет. Но то, что уже было, оно уже было. Что прошло, то прошло. Новые, скорее всего, публикации индексировать пока не будут. Ну, вот пока такая ситуация и есть. Но, тем не менее, список журналов можно посмотреть. И список книг, индексируемых в Скопус. Такая вот вещь тоже присутствует. Есть еще и книги, и сборники тех же конференций, которые в Скопус индексируются. Ну и понятно, что просто при отборе в издания, которые индексируются в Apple Science и в Скопус, более жесткие требования у самих издательств. К качеству статей, к содержанию, к оформлению. Поэтому, конечно, лучше искать ту информацию, которая не просто опубликована где-то, как-то, и не к рецензированию изданий в этих базах. Поэтому статей в изданиях, которые индексируются в этих базах. Поэтому, конечно, если нас интересуют более качественные публикации, можно начинать поиск вот отсюда. Через Apple Science и Скопус выходить уже на сами издания. Больше шансов, что мы найдем то, что нам действительно надо, и то, что действительно имеет значение, а не что-то, за что потом, может быть, придется краснеть. Есть еще один хороший сайт, сайт Анри. Вот здесь тоже дается перечень научных изданий, индексируемых в Скопус. То же самое. Они дают такие же ссылки. И черные списки публикуются в белой списке, те, кто включен, и черные списки, те, кого исключили, кто проштрафился. Вот это тоже хорошо посмотреть. Вот сайта Анри, это тоже можно найти. Индексируемых в Скопус. Требования могут еще сохраняться. Не знаю, Людмила, можно столкнуться с этим. Поэтому, скорее всего, будут пересматриваться, да. Но даже если такого требования и не будет, все-таки в поиске зарубежных публикаций, зная, что там более высокие требования, да, даже для себя лучше посмотреть то, что более качественное, да, нежели опубликованное что-то для галочки, что мы будем цитировать, да. Ну, только с этой точки зрения. Конечно, сейчас все может пересматриваться, и, скорее всего, будет пересматриваться. Ну, поживем, увидим. На всякий случай мы вооружены. И вот таким вот образом можно и по Скопусу тоже находить, даже если у нас вообще нет никакой учетной записи, даже если нас отовсюду выкинули, пока нам не закрыли доступ с нашей доменной зоны и просто фри доступ, есть гостевой доступ, мы этим возможностям можем пользоваться. Где еще можно брать, связанные с предыдущей, предыдущей базой, да, Эль Сейвер, издательство, есть платформа Science Direct, которой тоже часто пользуемся. Вот здесь можно искать тексты самих статей, выходить на тексты самих статей. Science Direct – это каталог открытых журналов издательства Эль Сейвер на издательской, вот эта издательская платформа Science Direct. В основном здесь собираются общественные гуманитарные науки, естественные, медицина, есть физические, инженерные науки, то есть спектр достаточно широкий. И здесь мы уже можем получить либо доступ к… Если статья закрыта, то там мы можем все-таки увидеть название и хотя бы аннотацию, а в открытых статьях, то есть не все можно скачать, да, что-то закрыто, а что-то можно скачивать в PDF-файлы, совершенно спокойно можно себе скачать и почитать, и использовать. Тоже на английском все языке. Это я вам просто даю перевод вот этой панельки поиска на главной странице. Воспроизвожу вам старый пока скрин, он не поменялся, новый мне не нравится. Там они заявили свою политическую позицию, с которой я не могу согласиться, поэтому воспроизвожу картинку старого доброго ковида. Никогда не думала, что про него так когда-нибудь скажут. Но, тем не менее, ключевые слова, автор, название журнала или, да, там, чего-то, объем или книги, да, объем, вопрос, страна, то есть можно, можно, не, можно не увлекаться вот этими расширенными фильтрами, можно просто ввести название журнала, просто, опять же, какое-то конкретное слово, либо, если знаем автора, вот опять поиск по автору, помните, мы говорили, здесь можно осуществить, мы можем ввести имя автора и посмотреть вообще просто, какие статьи есть, он же в разных журналах мог публиковаться. Можно осуществить поиск по ключевым словам. И дальше перейти к поиску. Это такой простой поиск. Расширенный поиск, если мы нажмем, там гораздо больше полей, больше условий, и по годам, и все, что угодно, можно пользоваться ими, если это необходимо. Но для тематического поиска нам достаточно ключевые слова, либо название журнала, если мы знаем название журнала, или хотя бы примерно какое-то слово должно быть в названии журнала. И дальше он нам показывает списочек, из которого мы можем выбрать журнал и статьи. Ну и вот разница. В открытом доступе есть статья, которую можно совершенно бесплатно скачать. Вот мы ее нашли, открыли все на английском языке, естественно. Но мы можем ее скачать совершенно бесплатно. Вот если есть такой значок download PDF, загружаем PDF, потом можно накачать себе вот этих вот статей, хотя бы примерно, даже не зная языка, примерно я понимаю, пролеснув, что вот здесь есть нужная мне информация, или может быть. А потом просто загнать все в переводчик. Промпт очень хорошо переводит, большие объемы текстов. Прямо загружаешь там 10, 20, 30 файлов, и он буквально за считанные минуты их все переводит. Самое главное, чтобы PDF не был JPEG-картинкой. Вот картинки он не переводит, к сожалению. А сам текст, да, он спокойно переводит на русский, и дальше мы уже можем делать отбор, уже более спокойно. Ну вот в таком виде мы получаем статьи. Либо есть вот такой вариант. Статья может быть закрыта. И хотя эта платформа вроде бы open access, вроде бы открытых статей, но не все можно скачать. Вот мы открываем, опять браузерный переводчик мне перевел на русский язык. Вот я смотрю, да, вроде бы мне эта статья нужна, вроде бы есть посмотреть PDF, но есть еще и купить PDF. Если я нажимаю вот этот значок, он мне ее не открывает, он дает возможность просмотреть только название, аннотацию, и предлагает оплатить и купить PDF-статью, либо осуществить доступ к полному тексту статьи через наше учреждение. То есть по оскопсовскому учетке можно посмотреть только текст этой статьи. А так он выдает только данные об этой статье и ее аннотацию. Но есть и хорошая вещь, он еще рекомендуемые статьи предлагает, что-то по теме, можно оттуда попробовать посмотреть открытый доступ. Но вот видите, если вы видите купить PDF вместо даунлоуд вожделенного, то это, скорее всего, как раз тот самый платный вариант. Либо отдельные статьи могут быть закрыты, либо целые издания, ну, таким образом, здесь тоже могут быть представлены. Но хотя бы представление о том, о чем идет речь в этой статье, по аннотации мы тоже можем получить. Дуэ здесь тоже не поможет, он тоже будет нам предлагать либо зайти по платному доступу через учреждение, либо купить подарок. Вот такая особенность здесь есть. Но, тем не менее, свободные статьи мы здесь тоже можем получить. Вводим в поисковик статьи поиск по терминам. Статьи с этими терминами, ключевые слова по статье. Можно использовать расширенный поиск, а можно остановиться вот только на тех фильтрах, которые слева приведены. И дальше осуществить поиск. Можно сначала по ключевому слову найти статьи, а потом уже произвести уточнение по фильтрам. То есть здесь по годам, по типу статьи. Можно выбрать научный обзор, исследование, что нас интересует. И вот он пишет, какое количество статей этого типа здесь находится, соответствующие нашему запросу. название публикации тоже можно, что здесь может содержаться. И по предметным рубрикам тоже можно ограничить. Ну и показать больше, он вам покажет больше количества фильтров, которые здесь вот скрываются. По типу статей, по названиям и годам. И можно вполне вот этим, не пользуясь расширенным поиском, вполне вот этого бывает достаточно. Для тематического поиска точно. Ну и вот он нам воспроизводит, опять же, перевел на русский язык. В оригинале все будет на английском. И дальше только смотрите, здесь еще реклама иногда публикуется, не попадайтесь на рекламные угловки. Ну и дальше можно будет переходить к статьям и смотреть. Если она открыта, то мы можем перейти, опять же, на сайт издания и посмотреть. Или же он нам откроет вот в таком виде статью, которую мы можем посмотреть. Либо перейти на сайт издания и там посмотреть. Не для каких-то открытых статей в этом издании. Или она полностью закрыта. Вот это вот вариант, как по Science Direct можно искать. И у нас остается авторский и постатейный поиск. Это мы сейчас смотрели в основном тематический, да? Ну, опять же, с элементами постатейного. Авторский. Когда мы ищем статьи конкретного автора, удобно использовать ResearchGate. Можно, конечно, вот там, где в поисковике у Science Direct есть ввести автора, можно там, а можно через ResearchGate заодно посмотреть вообще, что это за автор и как его зовут. Когда заходим на сайт ResearchGate, у нас всего одно поле для ввода информации. вводим сюда, да? Найдите публикации. Ну, можно ввести публикации. И вот здесь мы можем искать по публикациям и по авторам. Мы можем сюда вводить либо, хотя и написано, Search Publications, вводить название статьи, а можно ввести и автора. Вот мы взяли и стали искать авторский поиск Шейла Холлинс. Шейла Холлинс, да? И по умолчанию стоит поиск по публикациям. То есть вот этот раздел нам выдает все Шейлы Холлинс, она о ней, с ней, без нее. Выдается вот такой вот список. Мы можем перейти в раздел, если нас интересует конкретный автор, мы можем перейти в раздел Авторы. И вот он нам выдает все Шейлы, все Холлинсы. И вот он, наш автор. Мы ее нашли. Ну, и дальше мы можем посмотреть ее профайл, вообще иметь представление о том, что это за автор, сколько у него публикаций, данные, статистика, сколько раз цитировалось, сколько раз, зачем занимается. То есть если заполненный профиль, то вполне солидный бэкграунд от человека. Ну, и вот все 182 публикации, вот они и здесь приведены. Ну, и дальше мы смотрим вот эту часть. Здесь пишется, что это, глава книги, статья или что. И вот это вот самое важное. Full text available. Доступно. Мы можем прочитать эту статью, мы можем с этим текстом поработать, а в некоторых изданиях еще и скачать. Здесь уже из разных изданий собираются просто статьи одного автора. То есть авторский поиск по ResearchGate делается гораздо удобнее и приятнее, наверное. И вот мы получаем всю информацию. И если статья не в открытом доступе, этого значка нет. Вот здесь. Мы информацию об этой статье можем посмотреть, но доступа к полному тексту статьи мы здесь не получим. Но есть раздел контакта. Если уж очень-очень нужна, в профайле обычно пишется контакт. Если очень-очень нужен этот текст, можно связаться с автором и договориться об этом предоставлении этого текста. Вот ResearchGate – это очень хороший способ для авторского поиска конкретного автора. По статейной. Орхи тоже можно использовать для того же самого, потому что некоторые авторы и там, и там зарегистрированы, а некоторые только там, и только здесь. Но опять же, мы проверяем, насколько этот автор существует, насколько он занимается действительно научной деятельностью, если он в этих базах регистрируется. Больше доверия, наверное. И по статейной поискам. Поиск конкретной статьи, названия которой нам известны. То же самое можно делать по ResearchGate. Только сюда мы вводим уже не автора, а вводим название статьи. Например, вот вводим слово «библиография». По умолчанию мы же все равно оказываемся в разделе публикации. Вот везде, где в названии есть слово «библиография», причем в разных вариациях, вот он нам здесь приводит. Причем показывает это глава из книги, либо статья, либо еще что-то. Но обольщаться не стоит. Здесь нужно конкретизировать запрос. Вот видите, мы ввели библиографию, а это может быть библиография к какой-то главе книги, которая вообще никакого отношения к библиографии не имеет. Поэтому вот такие нюансы тоже могут быть. Поэтому, пожалуйста, смотрите вот здесь. Конкретизировать запрос все-таки нужно. Ну и вот, если нас интересуют еще конкретные статьи конкретного автора, вот еще один пример вам с ResearchGate. Профиль самого автора. Вот хорошо заполненный, полностью заполненный практически профиль. Да, вот тут много-много-много всего. И еще статьи, страницы, все здесь приводится. И вот достаточно много информации мы о самом авторе можем получить. Академия «Идиот». Да, Людмила, все охватить просто невозможно, поэтому рассказываю только про некоторые ресурсы. Можно через Академию «Идиота», Google Академия, да, там тоже информация. Кстати, об этом авторе она там тоже содержится со списком статей. Ну, перепроверять тоже. Чем больше ресурсов у нас есть, тем лучше. Поэтому да. Да. Елена, вот то, что я вам сейчас показываю, это вообще без регистрации. Я вот просто зашла. Вот единственное, где я зарегистрировалась, зарегистрировалась, это был бесплатный доступ на Web of Science, чтобы вам показать разницу, да, вот что при регистрации он нам раскрывает, а что нет. Все остальные ресурсы – это вообще без какой-либо регистрации. Просто зашла и работаю с поиском. Все. Я вам показываю бесплатно и без всяких регистраций. С тем расчетом, что если вы будете давать, например, какие-то базы, рекомендовать для своих слушателей, учащихся, там, магистрантов, студентов, колледжат, чтобы не заморачиваться, во-первых, с регистрациями, во-вторых, чтобы не было вот этого страха, а, там, вдруг, вводить какие-то учетные данные, адрес почты оставлять, как. Да нет, просто зайти и поищи. Да, как в поисковике Google. Где он у вас спрашивал в ResearchGate? У меня почему-то ничего не спросил. А, о, сегодня проверю. Спасибо, что написали, посмотрю, что там. Нет, ResearchGate даже не регистрировалась. Регистрации нет. Да, можно попробовать с другого устройства посмотреть. Но, коллеги, если вдруг сейчас ситуация такая, что меняться может все буквально в течение, там, пяти минут. Если что-то замечаете, что-то перестает работать или какие-то вот такие сложности возникают, пожалуйста, сигнализируйте мне, хорошо. Я тогда буду вносить тоже поправки, потому что у нас есть поисковик, чтобы мне туда тоже внести оперативно какие-то проверить и посмотреть поправки. Потому что все на свете я просто охватить физически не могу, к сожалению, поэтому ваша помощь нужна будет. Хорошо? Не стесняйтесь, напишите, если найдете, что что-то не так работает. Потому что это для нас важно. Вчера работало все. И какие еще есть ресурсы открытого доступа? Уапин. Это неплохой ресурс, хороший ресурс, бесплатный. Опять же, без регистрации мы сюда заходили. У него около полутора тысяч или 1600, по-моему, полнотекстовых книг в формате PDF по разным отраслям знаний. Вот если вы ищете книги в формате PDF зарубежные, по какой-либо теме, посмотрите вот на этом ресурсе. От него даже вот этот вот значок, как открытый замочек, да, open access. Здесь есть естественные, гуманитарные, общественные науки, точно, юридические, финансы, менеджмент, экономика и много-много чего еще. Но вот технические, инженерные, по-моему, нет. Надо посмотреть. Посмотреть мы можем без регистрации, но вот если нам понадобится скачать книгу, он запрашивает фамилию и мэр. Вот это он, да, вот это он может запросить. Буквально считанные секунды и открывает. Ну, во-первых, фамилию, имя, когда запрашивают, я вожу на латинице и псевдоним, а не свои реальные. И мэйл у меня специальный для разных открытых ресурсов, не рабочий, не личный. У меня вообще разделены эти вещи. И есть специальный адрес мейла, который я использую для таких вот регистраций на различных ресурсах. То есть он ни к чему не привязан, туда никто не пишет. Да, Людмила Уапен очень хорошая. И вот если мы хотим посмотреть, мы можем абсолютно бесплатно просто посмотреть, какие книги есть, воспользоваться каталогом. Но если мы захотим скачать книгу, то тогда нужно будет нам все-таки зарегистрироваться. Но он действительно дает скачивать, и скачивает очень быстро книги в формате PDF. Причем можно посмотреть, можно посмотреть саму книгу, можно ее пролистать, можно ее почитать. Там открывается вот это вот окошко воспроизведения PDF документа. И мы ее смотрим, и так, о, да, вот, все, надо, беру. И вы ее можете себе скачать. То есть это абсолютно открыто, абсолютно бесплатно. Ну, вот единственное, что для скачивания регистрации он с вас все-таки попросит. Ну, просто заведите, коллеги, просто отдельный мейл, который вы не будете использовать нигде, указывать, только для регистрации на каких-то сайтах или ресурсах. Ну, те же самые ресурсы, там, канваи и прочие, там, где мы регистрируемся, чтобы делать какие-то интересности, интерактивности. Лучше вот какой-то отдельный мейл выделить, в случае чего, ну, не так страшно, наверное, не так жалко. Еще один. У Аппен очень хороший ресурс. Смотрите, просто шикарная вещь. Много интересной информации, оттуда можно насобирать, именно книг. Еще один ресурс. Сейдж Оппен. Не так давно это издание. Не так давно оно основано где-то в 11-м, по-моему, году, 2011-й. И здесь в основном гуманитарные и социальные науки. Есть возможность, опять же, выбрать тип статьи. Есть, и самое главное, здесь есть возможность получить информацию о ретрагированных статьях. То есть, если статья прошла процедуру ретракции, здесь это будет тоже отражено. То есть лишнего мы не откроем. Фильтры изменяемые. Все наглядно. Можно свой запрос по ходу поиска тоже менять. Ну, вот тип статьи мы сразу можем выбрать. И он еще пишет, помните, у нас было, да, какое количество статей, по какому типу, по какому типу статист, в каком количестве здесь содержится, и можно тоже выбирать. Ну, и если статья ретрагирована, здесь тоже дается пояснение. Ну, и вот если можно скачать, то значок у нас есть. Можно скачивать. Scientific Research Publishing. Два раздела. Еще один интересный ресурс, откуда можно забирать информацию. Сайт издательства, которая публикует научные, вот это уже технические и медицинские журналы открытого доступа. Если предыдущие в основном гуманитарные, социальные науки, то вот это уже больше в технику и медицину. Здесь есть труды конференции, здесь есть учебники. Ну, естественно, зарубежные все. Это один из крупных издательств журналов открытого доступа. Где-то около 200, наверное, если не больше журналов в открытом доступе, онлайн, ну, и таких вот рецензируемых. Но обратите внимание, да, здесь тоже можно осуществлять выборку по журналам. Можно выбрать сразу, журнал нас интересует или книги, Open Access есть, можно логиниться, можно не логиниться. Вот это не без логина, без регистрации, даже бесплатно просто показываю. Можно осуществлять выборку, и все, что в открытом доступе, можно переходить, читать, смотреть. Есть дои, сразу публикуют. Но если статья была ретрогирована, информация об этом тоже здесь будет представлена. Но книги тоже достаточно много, но вот здесь, обращайте внимание, есть специальный раздел книги открытого доступа. Вот не все в открытом доступе, не все книги. За некоторые будет предлагать произвести оплату, посмотреть их он вам даст, но попросит заплатить для доступа к полному тексту статей. Ну, так, как это, демо-версию даст посмотреть, сколько страниц от этой книги, да, чтобы составить представление. А вот нужно искать вот этот раздел книги открытого доступа и по нему переходить подробнее. И вот в книгах открытого доступа, вот он их можно, да, их можно и онлайн читать, и скачать то, что можно. Еще один ресурс, очень хороший, D.O.E.J., мы с ним уже сталкивались, это международный мультидисциплинарный каталог журналов открытого доступа. Огромное количество журналов, более 16 тысяч, там 16 с чем-то постоянно меняется, и около 6 или 7 миллионов статей. Ну, так достаточно, хороший выбор. Здесь очень такой хороший отбор ведется по журналам. В 2013 году Джо Боханан провел такой околонаучный пранкинг, когда опубликовал известные истории, когда он подколол вот этот Open Access и каталог D.O.E.J. и другие базы, опубликовал ряд фейковых статей, и часть журналов, вроде бы серьезных, солидных, эти статьи приняли и опубликовали. После этого он дал свое разоблачение. Ну, такой только научный пранк, что там не рецензирование, вообще не следят за политикой, этикой и за добросовестностью авторов, и вообще вот такие безобразия у нас творятся. Кто хочет, тот и публикует околонаучные вещи, которые вообще никто не читает. И был большой скандал на эту тему. И после этого в 2013-2014 году D.O.E.J. провел большую чистку своих рядов. Журналы очень много исключили, они должны были, ужесточили требования и правила к участию вот в этом каталоге изданий. и ввели вот такой вот значок, одобрено. D.O.E.J. рекомендует. Это журналы без значка, это не значит, что они плохие, просто у них, значит, есть какие-то претензии там по некоторым пунктам, по некоторым критериям. Но в принципе они добросовестные и надежные. А вот этот значок присваивается тем изданиям, которые удовлетворили всем запросам и все строгости выполнили. Поэтому здесь есть возможность тоже выбрать, либо отобрать все журналы с этим значком, либо без этого значка, либо вообще ничего не ставить, оно выведет вообще все. Ну и также поиск по различным полям, по названию, по ССН, в зависимости от того, что мы ищем, и какими данными мы располагаем. Можно вообще ключевое слово ввести, и он также нам по названию выведет все, что у нас есть. Все, что у него есть. Ну и также есть система фильтров, по которым мы можем результаты тоже отбирать и корректировать. Ну вот видите, здесь даже вообще объект по объектам, subject, библиография, библиотека, информационные ресурсы прямо в отдельную область выделены. Нажимали и получаем. То, чего мы в предыдущих не видели в поисковиках. А здесь это есть. Ну вот, мы выбрали, что нас интересует, статьи по библиографии, библиотечному делу, на английском, русском языке даже язык можно выбрать. И вот здесь в Библинуком еще можно смотреть кучу-кучу разных фильтров, можно установить. И дальше он нам осуществляет поиск именно по тем результатам, по тем фильтрам, которые мы задаем. Есть у нас какой-то журнал. И вот все журналы, которые он здесь выбрал, нам выдал, они относятся к этой тематике. И дальше, то есть тематический поиск здесь очень здорово осуществлять. Это в том случае, если нас не интересует, например, Web of Science или Скорпус, нам все равно. Но главное, чтобы это было в открытом доступе, зарубежные издания, можно сразу идти вот сюда, в Диуэйджи, и производить поиск здесь. Здесь можно, опять же, видите, есть отсылочка к ИССН-порталу, помните, мы смотрели, здесь можно перейти и прям посмотреть всю информацию об этом журнале, вообще, насколько он соответствует, либо перейти сразу на веб-сайт самого издания и осуществить уже поиск там, посмотреть информацию о журнале. Это если мы находимся в разделе About, когда мы открываем карточку журнала, по умолчанию попадаем сюда. Но есть еще один раздел Articles. И если мы нажимаем вот на веб-сайт, мы можем через веб-сайт перейти на сайт издания, вот он сам журнал, да, и выбрать последние, последние выпуски, предыдущие выпуски, и там уже по номерам осуществить поиск. Ну вот просто в хронологии отсматривать вот так. Но есть еще раздел статьи, у этого журнала, на карточке журнала, то, что мы с вами видели. И мы можем выбрать вот этот раздел сразу в этом каталоге, не переходя на сайт журнала, и осуществить поиск прямо здесь в каталоге. И он нам выдаст список статей, которые здесь есть, которые включены в этот каталог. И отсюда мы тоже можем сразу перейти на чтение этой статьи. То есть мы вот этот поиск по архиву как бы минуем. Здесь мы тоже можем произвести сортировку или выбрать, что нас интересует. И сразу переходим к чтению этой статьи, непосредственно к тексту самой статьи. Но опять же, текст статьи, он не находится в этом каталоге, он дает нам отсылочку на сайт, где эта статья опубликована. И вот мы ее спокойно можем прочитать. Если есть возможность скопировать, загрузить, мы это можем сделать отсюда, либо просто прочитать. Но имейте в виду, что не во всех журналах, опять же, вот эта часть, она работает. Статьи были журналы, когда открываешь, а здесь пишется «норезанс». Или не дает вот этого перехода к чтению онлайн. Хотя, перейдя на веб-сайт самого журнала, можно в архиве найти статьи в открытом доступе. Ну, вот такое тоже случается. Поэтому пробуйте все возможности. Если статьи здесь не показывает, не дает возможности посмотреть, перейдите на веб-сайт самого издания, посмотрите там. Скорее всего, там что-то можно будет найти. Иногда открывают не все архивы, иногда последние номера не открывают, открывают какие-то старые архивы до 2015 года, до 2013 года. И это будет уже на самом веб-сайте. Если нам хронологические границы не важны, мы это можем совершенно спокойно сделать. Есть ли такой аналог D.O.A.G. российский, да, отечественный? Есть в e-library, есть такой Top of Access, свой российские журналы в свободном доступе. Мы сейчас говорили про зарубежные издания, а есть еще список российских научных журналов, которые имеют полнотекстовые выпуски или отдельные выпуски, или полностью все выпуски этих журналов на платформе e-library. Вот и в e-library этот список можно найти, и здесь указано еще за какие годы есть этот выпуск. Вот у кого-то там за 17-й, 18-й, а у кого-то вот вообще там с 12-го по 19-й, там по 20-й, 21-й, сейчас уже больше. Вообще с 93-го года вообще все выложено в открытом доступе. То есть вот такую информацию по российским журналам через e-library мы тоже можем получить и найти. И черные списки есть не только у Скопуса и Web of Science, есть черные списки и у e-library тоже есть. Журналы исключенные в РИНС вот здесь за 19-й год, есть уже за 20-й и далее. И вот они прям списком выдаются. Можно тоже проверять. По диссертациям есть тоже такая поисковая система NDLTD. Полностью сейчас не выговорю. Такой же каталог. Ну, каталог, не каталог, навигатор, единое окно доступа, скажем так. Здесь этот уже ресурс, он не собирает у себя все зарубежные диссертации и дает доступ только к тем каталогам, базам данных, которые эти диссертации содержат. То есть это такое единое окно доступа, где мы можем произвести выборку, например, по странам, посмотреть, что нас интересует и произвести поиск, какие диссертационные исследования нас интересуют, по странам можно здесь даже провести выборку, посмотреть. И он нам дает ссылки на те ресурсы, где эти информации об этих диссертационных исследованиях содержатся, а с них уже мы переходим на сайты точно так же, как мы делали с каталогом D.O.E.G., такой-то аналог. Здесь содержится огромное количество отсылок к ресурсам, содержащим иностранные диссертации, просто огромное. Поэтому, кто диссертационные исследования ищет, начинайте с этого ресурса. Отсюда можно перейти и найти вообще все, то, что угодно и по каким угодно странам и параметрам. Здесь только диссертационные исследования. И вот этот хорошая вещь, про которую тоже очень часто забывают, раздел удаленные сетевые ресурсы нашей родной РГБ. Сейчас я попробую вам его показать. даже перейдем наверное вот так. Коллеги, напишите мне пожалуйста, видно ли страницу, белая страничка РГБ или значок огонек или плюсик просто поставьте, что видно. Ага, есть, отлично. Вот этот самый ресурс, просто слайд немножко чуть раньше был сделан, а вот здесь обратите внимание, давайте я вам даже прям ссылку на него дам, хотя он у нас тоже есть в поисковике, но я не могу удержаться, чтобы его не дать. Очень важная информация есть, предупреждение о том, что в ближайшее время может быть приостановлен доступ к ресурсам ряда зарубежных издательств, и вот рекомендация, что сделать при необходимости выгрузите полные тексты или библиографические списки, если у вас есть такая необходимость и не забывайте об ограничениях на объем выгружаемых материалов и если нет возможности посетить библиотеку или удаленного доступа, сотрудники могут по вашему запросу выгрузить отдельные материалы, поэтому, коллеги, если откройте, я вам ссылку не просто так дала, откройте, почитайте внимательно эту информацию, если кто-то пользуется удаленными или непосредственно ресурсами вот отсюда из РГБ и через эти удаленные ресурсы заходят, пожалуйста, вот здесь есть адрес почты, куда можно обращаться, пожалуйста, да, и до, и нужных материалов указывайте, вот это на заметку берите, предупреждение такое и есть. и дальше информация о составе ресурсов, все, что необходимо знать, чтобы пользоваться этим каталогом, разделом, отделом, внимательно нужно прочитать, посмотреть и вот посмотрите, у них есть вот такой вот раздел тестовый доступ к удаленным сетевым ресурсам, то есть это еще не включен в общий список, но есть тестовый доступ к этому ресурсу. И дальше идет список, вот кстати, а вот теперь посмотрите, вот оно, да, и все никак не кончится. Вот это все удаленные сетевые ресурсы, мы посмотрели с вами только маленькую часть и часть из них здесь тоже есть и тот же скопус есть, да, и вот Sage Journals, который мы с вами смотрели, тоже здесь есть и много-много других ресурсов. Уапен тоже есть, да, мы с вами только маленькую часть посмотрели, но более подробно, а вот здесь огромное количество различных ресурсов, но не все из них сейчас будут нам доступны. Смотрите вот сюда, опять же, если у вас есть читать, во-первых, в первую очередь нас интересует онлайн-доступ, вот свободный доступ, то, что зелененьким, это вообще в свободном доступе, и тип ресурса, вот они идут, полнотекстовые, там, где полнотекстовые, это вообще, значит, мы можем статьи почитать, реферативно-библиографические, это как в Apple Science или Skucus, да, и вот мы можем посмотреть, выбрать, отобрать полнотекстовые издания. И вот свободный доступ, если есть лицензионный доступ и вот такой значок, значит, все-таки здесь есть возможность получить удаленный доступ, но все подробности, особенности при ограниченном и лицензионном доступе смотрите вот здесь под буковкой И. Он сразу вас выбрасывает, здесь информация идет по всем ресурсам, и когда вы нажимаете, он на вас выбрасывает именно на тот ресурс, который вы смотрели. Здесь его подробное описание дается о ресурсе в целом и особенности доступа, как получить доступ. Вот, например, режим доступа в RGB и удаленно, удаленный доступ после поиска в Google Scaler смотрите инструкцию, дается инструкция, как получить удаленный доступ к этому ресурсу, хотя он находится лицензионный. Где-то требуется введение данных читательского билета RGB при лицензионном доступе. То есть все особенности здесь можно будет посмотреть. Вот такой вот есть ресурс. Евгения, сводный каталог издания неопубликованного документов регионально not found. да, может быть, может быть, может быть, что-то not found. Если что-то not found или что-то может исключиться, если это из каталога отсюда вы смотрели. Вот, кстати, архив орг Корновельского университета тоже в свободном доступе полнотекстовый, тоже очень известный, кстати, такой ресурс неопубликованных документов по зарубежным, если говорить, это скорее репозиторий такой, но его тоже можно посмотреть и там много идей, там много чего. Единственное, что нельзя его в ссылках и в списке источников указывать как опубликованные документы, это неопубликованные документы, но как неопубликованный документ на него ссылку тоже можно давать, мы же на неопубликованные тоже можем ссылаться, Но, опять же, очень внимательно надо смотреть. Там много идей можно подчеркнуть. Поэтому тоже посмотрите. Открывается. Открывается – это хорошо. Если открывается. Если какие-то вдруг происходят неожиданности при работе с этими ресурсами, ну, опять же, посмотрите, в чем там дело, он закрыт или не закрыт, или можно попробовать чуть попозже. Сбой. Интернет сейчас идут, дидос-атаки, и все, что на свете бывает, и могут быть сбои. Поэтому имейте в виду. Но вот это вот просто колондайк. Информация, колондайк, ресурсов, которыми можно пробовать пользоваться, заходить, их достаточно много. То есть здесь большая выборка. Очень много лицензионных. Ну, есть и со свободным доступом. Можно вполне даже подобрать себе ресурсы, которыми можно пользоваться. Все равно все 158 ресурсов мы одновременно использовать точно не будем. Выбирается десяток, в крайнем случае, лучших. Почему я вам вот еще говорила про ResearchGate? Это вот про ресурсы, основные ресурсы, которыми можно пользоваться. И вот почему я вам еще говорила про ResearchGate, и еще раз про него напомню. Я не помню, в Академии Дю пишут про ретракцию статей или нет. Просто посмотрите. Вот кто у нас там рекомендовал, да, вместо ResearchGate более удобно смотреть. Посмотрите насчет ретрагированных статей. Вот в ResearchGate это отмечается. Например, мы искали, вот есть вот такой вот товарищ у нас, Рубен, 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 да. И если мы наберем его в ResearchGate, то первые же публикации ретрагированные. Статья находится на ретракции. Ретрагированные статьи имеются в его публикациях. Вот открываем публикацию, и здесь тоже есть информация. Вот все его статьи приводятся. И часть, часть информации, вот на это обращайте очень серьезное внимание. Это очень серьезный имиджевый риск. Если вы можете найти статью где угодно, как угодно, через все ресурсы, через сайты, они обязаны вообще-то ретрагированные статьи помещать об этом информацию. Не все это делают. Тем более, если вы находите какой-то через репозиторию, вот то, что я вам говорила, да, но, может быть, потом эта информация попала в статью, может, кто-то туда свою статью выложил, но мы не уверены, она ретрагирована или нет. Проверяйте обязательно на ретракцию. Если вы ретрагированные статьи себе будете цитировать в своих работах и приводить на них ссылки, это может очень хорошо на вас отразиться. То есть мы пользуемся тем, чем очень ей надо пользоваться. Есть базы по ретрагированным статьям и даже такой целый список рекордсменов. И вот наш Скотт Робин, есть здесь 25 ретрагированных статьй на минуточку. А представители страны восходящего солнца вообще 183 ретрагированные статьи. Нормально так. То есть вот вся информация есть. Есть вот такой вот ресурс по ретрагированным статьям, по зарубежным авторам, где можно вообще посмотреть, насколько стоит доверять этому автору. Есть такой же и в e-Library. Если вы открываете статью и видите вот такое вот ретракт, читайте причину. Есть всегда дополнительная информация о причинах ретракции. Что явилось причиной, почему эта статья лишена статуса. Ретракция – это лишение статуса научной статьи и снятие из публикации. Но если она уже вышла, ее из сборника не вынешь. Но надо как-то людей предупредить. Поэтому пишут вот такие предупреждения о ретракции. И в западных журналах это есть, и вот в наших e-Library тоже они сейчас такое стали публиковать. Есть база, сайт Анри, который я вам показывала, база ретрагированных статей по отечественным. Можно вообще любых авторов и любые статьи проверить на ретракцию. Вы нашли, да, вот это вот очень удобно. Здесь есть поисковик. Даже по автору названию статьи или по автору вы можете провести поиск, и он вам напишет вообще, этот автор замечен, не замечен. Брать ее себе в цитаты или не брать. Вот это вот очень удобно. Это по нашим отечественным. По зарубежным не помню, есть у них этот раздел или нет. Но по отечественным ищут очень хорошо. И достаточно свежая информация у них постоянно обновляется оперативно. Но, коллеги, ретракция или вот это снятие статуса научный и отзыв статьи, пожалуйста, сразу не вешайте клеймо на автора. Причины и основания могут быть различные. От некорректных заимствований до дублирования статьи в нескольких издательствах. Подал человек один и тот же материал, надо срочно публикацию в несколько издательств. И в двух из них она вышла практически одновременно. А это нехорошо, так не должно быть. Тогда из одного журнала эта статья отзывается. А журнал-то уже вышел, особенно если печатная версия. Но вот так случилось. Пока решали, пока согласовывали. И тогда пишут, что статья ретрагирована, но основание дублирования в другом издании. Вот это не страшно. Вы просто будете в свою ссылку, возьмете, если по содержанию никаких претензий нет, можно на нее дать ссылку, только не на это издание, в котором ретрагировано, а на то, которое хорошее вышло, и там все в порядке. Поэтому не все причины для ретракции, они настолько катастрофичны, и нельзя цитировать. Мы просто в описании и в ссылке другие данные укажем. А вот если там из-за фальсификации или фабрикации данных нереального исследования, вот это, конечно, это ссылаться уже как-то очень рискованно. Очень рискованно. Или там обнаружены серьезные ошибки. Вот эти все причины, они пишутся, как основание для ретракции. Поэтому вот это внимательно тоже смотрите. Перепубликация статьи без согласия автора. Тоже можно найти ту статью, которая хорошая, правильная, неретрагированная, и опять же поменять данные в ссылке и в описании. Претензии не к содержанию. А вот если она не проходила процедуру рецензирования, ну это уже вам подумать, вам она подумать, будете вы такую статью цитировать или нет. Ну вот, коллеги, мы с вами и добрались до завершения нашей сегодняшней экскурсии. И в конце я вам обещала ссылку на презентации и не только. Сейчас я вам покажу одну вещь, где все вот эти ресурсы у нас с вами собраны. Вот у нас есть такая поискотека, абсолютно бесплатно, без регистрации, для всех желающих. Специально сделала вам вот такую вот выборку по удаленным сетевым ресурсам. Вот они, переход на сайт РГБ, чтобы вам не плодить большое количество ссылок на разные ресурсы, я их вам сюда просто все собрала. Вот это J-Store, очень интересная коллекция, ArtStore. И короткое описание под эти ресурсы я вам тоже сюда сделаю. И прямо отсюда вы можете переходить на эти ресурсы. Тот же самый РГБ, отсюда можно перейти. Про диссертации, авторефераты, диссертации. Вот то, что мы с вами смотрели, такой навигатор. И плюс здесь я еще пишу, что собирается. Дипломная работа, диссертационные исследования, электронные диссертации. И в описании там иногда есть по конкретным странам, например, докторские диссертации Швеции. Отдельный ресурс можно сюда перейти. Докторские диссертации Японии нашли. Да, тоже можно перейти. Ну и краткое описание к ним я тоже сюда старалась вам приводить. То есть кто ищет диссертации, вот прямо отдельным у нас блоком идут вот эти вот ссылки. И вот тот ресурс, который мы с вами смотрели, вот он здесь в первых рядах. Статьи в зарубежных научных изданиях. Наш каталог D.O.E.G. Вот то, что мы с вами сегодня смотрели. Симага Джорнл Кантри Рэнк. Сюда можно перейти. Сайенс Директ. Веб оф Сайенс. И вот те ресурсы, которые мы сегодня с вами смотрели, вот они здесь есть. И не только они. Еще вот интересный ресурсик. Ну и по статистическим данным, пока не очень много нашлось, только статистические данные ООН. Ну, очень интересный ресурс. Огромное количество информации. Вот тоже отсюда можно пользоваться. Если, коллеги, кстати, по статистике будете находить какие-то ресурсы, пожалуйста, поделитесь ссылками. Я их сюда тоже добавлю для всеобщего пользования, чтобы у всех был доступ. Ну, вот такая у нас вот есть штука, которой можно пользоваться. Так, и сейчас я вам ссылочку одну дам в чат на презентацию. Вот это я вам сейчас в чат размечу. И в комментарии, в группе она будет. Вот это презентация нашего сегодняшнего вебинара. Я его вам разделила на такие пункты, чтобы не все с лишних слайдов, условно говоря, листать. А чтобы листать, можно было интереснее. Интересует нас веб оф Сайенс. Вот он вам кусочек презентации здесь воспроизводит. Листать либо по стрелочкам, либо вот по кружочкам. Вот здесь. Либо вот здесь. Она закольцована, поэтому как до конца доходите, он вам титульный слайд опять покажет. Ну, вот такая вот разбивка по вопросам. Ну, если что-то интересует, там, где у ЭДЖИ, вот все, что мы с вами смотрели, вот оно здесь у нас здесь представлено. Версия для телефона, для планшета тоже должна быть, хорошо должна работать. Вот. И, коллеги, вот отсюда, из презентации, вы прям можете на поискотеку сюда попасть. Вот, библиограмм.ру. Нажимаете библиограмм.ру, и вот прям в поискотеку мы попадаем. Здесь же еще я два раздела вам дополнительных тоже добавила. Гостотека. Это все вот наши ГОСТы, международные стили оформления мы сюда собираем. Вот все ГОСТы по библиографии тоже они здесь собраны. Сюда тоже можно прям отсюда попасть. И видеотека – это вот записи вебинаров, причем не только своих. Вот еще добавлено, кстати, коллеги, обращаю ваше внимание, кто научными публикациями занимается. По научным публикациям и подготовке диссертационных исследований за этот год Наталья Модестовна Логачева, у нас автор курса по диссертациям, проводила вебинары. Вот ее трек тоже сюда добавлен. Прямо отсюда можно смотреть записи. То есть они уже так собраны. Ну и плюс все полезное, антиплагиат, все, что к нашей теме близко, я тоже сюда стараюсь собирать и добавлять. Ну и еще что-то по обзорам, обзоры разных инструментов и сервисов. Тоже можно сюда попасть. Это все вот отсюда, из нашей такой вот штуки, такого навигатора библиотеки, bibliogram.ru. Сейчас я вам сюда тоже ссылочку дам. Вот отсюда можно попасть. Презентация, она пока у нас вот здесь. И для презентации тоже можно вот отсюда попасть. Ссылок, посылки, только презентация. Верхняя имеется в виду, Евгения? Если верхняя, вот я вам на всякий случай продублировала. Если вдруг что-то не сработает с презентацией, то вот отсюда можно попасть. А все, что мы вот здесь в презентации, ссылки мы с вами упоминали. Верхняя, я посмотрю. Ага, спасибо. Посмотрю, что там. Вот, ой, не вот здесь. Вот здесь все, что мы с вами вот здесь упоминали, да, какие-то ссылки на ресурсы, все это есть вот здесь. Да, вот здесь вот в нашей поискотеке. Вот они все здесь собраны, и даже больше. Постоянно туда что-то добавляется еще. Поэтому просто библиограмм.ру и презентация вот по той ссылке. Открывается. Ага, отлично. Спасибо. Спасибо, коллеги, что сказали. Фух, открывается, но я еще раз перепроверю. Ну вот, такой небольшой подарок. Будет ли это чем заняться, поизучать, походить, посмотреть, попробовать. Коллеги, если находите какие-то интересные ресурсы, тоже, пожалуйста, большое здесь есть. Есть и мои контактные данные, и вот на последнем слайде, и адрес нашей группы, и в группу тоже там у нас есть на библиограмму переход. Пожалуйста, делитесь ссылками, если находитесь что-то интересное, потому что я это буду добавлять в навигатор, и это будет полезно для всех, да, потому что мы нашли что-то интересное, мы вот сидим там, мы им пользуемся, тихо-радуемся. Другим же тоже надо. Если это в открытом доступе, то, пожалуйста, присылайте, делитесь, мы это будем тоже все включать для всех. Хорошо. Если что-то не работает, тоже мне, пожалуйста, сигнальте, что-то не открылось, или какие-то трудности, будем проверять, чтобы для вас все было открыто, доступно, и послужило на пользу делу. Ну, вот, коллеги, и подошла к концу наша сегодняшняя встреча. Всем хорошего настроения, удачных поисков, не падать духом. Если какие-то ресурсы от нас закрываются, у нас остается еще огромное количество возможностей найти то, что нам надо, и написать свои работы, диссертации, публикации на зло всем и во славу нас. Ну, вот, на этом мы нашу сегодняшнюю встречу уже точно с вами завершаем. Субтитры создавал DimaTorzok